приветствую вас друзья на своем канале земледел сегодня 29 марта пятница погода стабильно плохая улице холода минус 4 вчера весь день дождь шел сегодня солнышко практически не было на минуту уходила из тучка потом все вот так потянуло снег пошел немножко что сегодня отбой как всегда будем ждать стабильную погоду скорее всего по прогнозам у нас будет погодка в среду хорошая более-менее для посадки поэтому будет помидорчик сдать у нас погоды температура немножко поднимается уже сегодня 12-13 градусов по теплице так что нормально сегодня приготовился немножко спантоксан обтянул вокруг периметр чтобы ветерок ничего не дуло все равно что ветер штормовой сегодня 10 11 метров чуи холодный северный поэтому по краев немножко подвала но ничего сейчас затянули нормально принципе прикопал землю чтобы ничего не это не улетала не сдувала что вот так стоят красавцы ждут своего череда температуру поднял немножко на 16 поставил весь день вентилятор крутится только выключился так принципе нормально по земле раскидал нпк 16 вот такой 16 на 16 в лунки раскидывал примерно по чайной ложке на одну лунку у меня ушло на всю теплицу на 1200 лунок очень наверное около килограмма два прям раскидал нормальненько это принципе удобрение хорошие вот она вот так выглядит красивенькие розынькие штучки кругленькие поэтому обязательно его носим для того чтобы томат после посадки ничего не тревожить его корневой потому что будет стресс у него поэтому носим сразу нпк почему именно 16 потому что 20 допустим много будет там азота слишком много для томата а томата первое время азот на нужно немножко меньше чем огурцу допустим на огурец я бы 20 20 раскидал а 16 самый раз оптимально там знаете форму пока получается 16 на 16 азот фосфер калий носится для того чтобы пусть посадки не тревожить корневую ничего не добавлять поэтому сразу же все эти три основных элемента нужны для рассады сейчас сегодня вот раскидал завтра пусть и завтра они растворяться и принципе будет все нормально все готово будет также рядки подровняли немножко грабельками выровняли между ряди полностью вот так немножко бортик подняли с сантиметров 10 наверное бортик получился потом после посадки еще будет с междуряди досыпаться земля специально под на подсыпку после того как корневая укоренится хорошо боковые воздушные корешки пойдут обязательно будем просыпать немножко глубже чтобы корешок нормально разросся потому что корневые корневая у помидора у томата хорошие а когда ее много вообще отлично поэтому для того чтобы для стимуляции хороший корневой как раз после того как мы присыпем боковые корни они немножко затормозят кустики они не будут тянуться потому что сейчас ему земля жирная после огурца допустим еще и перегной вносили немножко но вносили все равно чтобы он жировка не пошел его нужно будет притормозить притормаживаем обычно форсфорными удобрениями магнием допустим ну зачем мне этого теперь не надо будет сыпать потому что у меня уже лунки все удобрены азот форсфор калий поэтому нормально как раз присыпем только после того как посадим нормально польем чтобы корневая разошлась можно вокруг принципе полить чтобы корневая ушла со стаканчика потом как только воздушные поднимутся как раз он в этой стадии уже будет на стадии жировки чтобы его притормозить как раз мы сработаем фосфорными удобрениями подсыпкой стеблю как раз пока стебель подсыпем боковые корешки начнут расти пока они будут развиваться они будут тормозить наше растение как раз в стадии жировки очень хорошо корневая растет поэтому как раз нам это на руку будет это уже проверенный способ мы уже не раз так делали и все а потом уже будем по жировке работать немножко тормозить потом покажу возле огурцов помидоров где мы томаты высаживали покажу как мы его жировки вывели какому сейчас состоянии немножко попозже сегодня пока занимались водой теплицы доделали все в принципе посадки готовы осада принципе терпит время еще есть получается у меня сегодня пятница суббота воскресенье понедельник вторник пять дней в общем будет еще рассадка стоять поэтому думаю нормально будет если солнечные дни еще будут то может быть пораньше посадим но пока будем ждать там он два бедолаги посадил на углу сейчас подходить близко не буду генератор работает слишком громко поэтому слышно не будет сейчас может быть повезет отключится дойдем посмотрим вчера вечером их посадил и будем смотреть температура возле них 12 градусов поэтому не знаю принципе нормально стоят почему потому что в стаканчиках вот в ящике где стоят там 13 градусов температурой тупо вроде все нормально стоит никаких заболеваний новых не появилось возле генератора кстати на рукавах сейчас в этот домик сделал по четыре отверстия каждые два метра чтобы дул горячий воздух генератор тоже под настроили немножко вроде сейчас нормально работает быстро нагревает часто включается но по чуть-чуть работает часто включается почему потому что температурный датчик который вот он висит рядышком со мной он очень чувствительного видит один-два градуса температуру и вот два градуса упала примеру он сразу включается вот он датчик висит получается у меня где-то середка теплицы поэтому он так часто включается но из всего по час как продает минуту-две камеру потом горит минуту-две потом минуты-две остужает и вот так вот раз в пять-десять минут включается в принципе солнышко когда выходит вообще не включается вот сейчас ночью хорошо работала сейчас днем он то редко но иначе включаться вот они как раз выключится дошел бедолаги стоят но ничего нормально принципе если стаканчики 13 градусов то и здесь здесь не видно сейчас вот 13 градусов показывает утром было 12 градусов в принципе стаканчики у него 13 здесь 13 значит нормально будут стоять такие бедолаги вытянулись капец ну ничего еще принципе буду желать потихонечку принципе 5 дней простоят ничего страшного нормально будет получится раньше раньше посадим но погода капец подвела принципе по срокам и все успеваем но все равно уже вы посадили вы состояли бы тростишки росли вы но ничего страшного принципе погодка сейчас наладится как только будем только заниматься посадки а так целом нормально сейчас вчера как я говорил после заноса позавчера как мы занесли привикур дали сейчас пока ничего не будем давать в лунке на на будет фитоспорин дать будем фитоспорин м как он паста использует размешаем там пачек 56 на теплицу сюда загоним в лунке прям через каплю как раз капелька капает вот так ложим на лунку и сразу же капает туда что вот так друзья все потихонечку будем закругляться всем спасибо за лайки комментарии просмотры подписки еще пишите вопросы и сесть все всем пока пока